Женская психология Много размышляется, много говорится совершенно не имеющего отношения ни к женщинам, ни к психологии И вот немножечко развеять некоторые мифы, поговорить на тему того, что сегодня актуально И в том числе представить наши книги, которые как раз посвящены вопросам действительно женской психологии А не мифам о женской психологии, я сегодня и хочу Отношение к женской психологии меняется Меняется в контексте гендерной психологии, то есть психологии социального пола И эти изменения мы видим более существенные, чем касающиеся психологии мужчин И здесь мы видим последствия традиционного подхода То есть есть человеческая психология, есть женская психология То есть мужская психология, она как бы человеческая, а женская, она как бы особенная Конечно, этого не может быть, конечно, это абсурд И, конечно, женская психология, часть человеческой психологии Поскольку психика изначально учится быть психикой определенного пола Пола мужчины или пола женщины Но она изначально не заложена как некая мужская или некая женская Хотя, конечно, некоторые варианты реагирования и мозговой локализации у мужчин и женщин отличаются Но это не является чем-то кардинально меняющим их психические особенности А вот в социальном контексте поведение мужчин и женщин традиционно очень разное Считывается по-разному, трактуется по-разному и воспитывается по-разному То, что мы сейчас видим в современной ситуации Это то, что в социуме женщины постепенно занимают все более и более значимые позиции И если мы сравниваем исторически, то сейчас мы видим, что возможностей самореализации у женщин, конечно, больше К чему это привело? Это привело к большому количеству, безусловно, позитивных возможностей для женщин Но и, по крайней мере, к одной сложности Которая прекрасно названа в книге Лизы Дамур под давлением Давление на женщин увеличилось Социальное давление на женщин увеличилось Исторически женщины, как люди, которые считались ниже уровнем В том обществе, где жесткая иерархическая градация была ключевой Не имели возможностей для реализации своих многих психологических возможностей Сейчас это преодолевается Это преодолевается с большим трудом И женщины попадают в ситуации традиционных мифов, новых требований И, конечно, справляться с этим конфликтом становится все более и более сложно Ситуация возможностей выборов, она сама по себе конфликтна Куда направить себя, куда направить свою энергию Как реализовываться, в чем находить себя Это сама по себе конфликтна А когда конфликт оказывается еще и таким на стыке эпох Как мы сейчас проживаем Это оказывается вдвойне сложно И одна из ключевых сложностей, с которыми сталкиваются женщины Это объективация Женщины подвержены объективации гораздо больше, чем мужчины И надо сказать, что это экспериментально доказано Женщины приучены с раннего детства думать о том, как они выглядят Как на них смотрят и как они отражаются в глазах других Мальчиков это интересует гораздо меньше Девочек это интересует и волнует гораздо больше Потому что их к этому приучили Женщину с детства приучают воспринимать себя как объект Объект чужого интереса Объект чужого желания И чем это плохо? А это очень плохо тем, что нарушается связь с собой Нарушается связь с телом Нарушается связь со своей чувствительностью Женщине важно принять красивую позу, например Чем почувствовать, насколько ей в этой позе удобно Женщины беспокоятся по поводу того, как они выглядят И достаточно агрессивно относятся к другим женщинам Фактически эта объективация очень сильно атакует отношения женщин с женщинами И мы сейчас, например, в соцсетях очень много встречаем примеров И фэмшейминга, когда женщины ругают друг друга за якобы ненадлежащий вес Или якобы ненадлежащий внешний вид Или якобы ненадлежащий возраст Культура и социальная культура последнего времени Она требует от женщины сохраняться в одном весе и одном внешнем виде В течение многих и многих лет В качестве эталона ставятся те женщины, которым это якобы удается В 40 выглядеть на 20, в 60 выглядеть на 30, в 70 выглядеть на 35 Это является как будто неким эталоном, такой идеализацией женского внешнего вида Но это категорически противоречит естественному ходу жизни Естественному старению, природе это противоречит в первую очередь И социальные нормы толкают женщину на борьбу со своей природой Это борьба Когда мы говорим слово «борьба», мы подразумеваем агрессию Если мы говорим о психологии, во что это выливается? Это выливается в аутоагрессию Когда женщин с достаточно раннего возраста Ну, как минимум, или как максимум с подросткового возраста Приучают ненавидеть свой естественный вид То, как они выглядят на самом деле Женщины подкрашиваются, женщины красят волосы Женщины худеют Женщины подбирают себе одежду Женщины делают пластические операции И мы знаем, что эта сфера бизнеса Она действительно в основных потребителей имеет среди женщин Но это никакого отношения не имеет к той реальной, глубинной внутренней жизни Которую женщины параллельно с этим проживают На одном тренинге милая молодая дама сказала «Ой, я не знаю, что такое агрессия, я никогда не испытывала агрессии» При этом все ее лицо было перекроено пластическим хирургом Это видно О чем это? Это об аутоагрессии Я не думаю, что многие готовы лечь под нож А пластическая операция – это операция Лицо режут, разрезают Это агрессивные действия Это последующая боль Это угроза кровоизлияний Это угроза неправильного сращивания И надо обладать очень большим зарядом аутоагрессии Чтобы отправиться на подобного рода процедуры Надо очень сильно не любить свое естественное изображение Чтобы отправиться к хирургу, резать его Вот так работает аутоагрессия Которую женщин приучают достаточно рано Примеры анорексии Когда женщины отказываются Девочки отказываются есть Потому что им кажется, что они необычайно толстые Это ненависть к своему телу И для женщин, ну вообще для людей Ненависть к своему телу – это очень разрушительное переживание Женщин приучают ненавидеть свое тело естественное Что-то тут развалилось На кого ты похожа Ты посмотри, какая ты страшная Эти тексты девочки очень часто слышат Достаточно с раннего возраста От очень близких людей От мам и от бабушек От старших сестер Иногда от отцов Дедушек и братьев Но очень часто именно по женской линии И девочка приучается ненавидеть свое тело Не принимать его таким, какое оно есть Пытаться все время его якобы улучшать Что приводит к потере чувствительности Что приводит к нарушению контакта с собой Со своей женской природой Со своим женским телом Для женщин быть в контакте с телом Ключевой момент Ключевой момент Связанный Ну, собственно С той работой тела Которую может выполнить только женское тело С рождением ребенка Биологически Физиологически Только женщина может родить ребенка Это не является женским предназначением Это в современном мире Это тот выбор Который женщина может делать В сторону за и в сторону против Современный мир разрешает женщине самой Распоряжаться своим телом Но биологически Только женское тело может рожать И роды Это тот момент Когда контакт со своим телом Является наиболее важным Когда женщина действительно Очень хорошо чувствует себя Не в плане позитивного мышления И позитивного состояния А в плане чувствительности К своему дыханию К своему расслаблению К состоянию своих мышц К способности пропускать Энергетическую волну Через свое тело В этом случае Женщина гораздо легче Входит в родовой процесс И при всей его болезненности Может пройти его с большим удовольствием И сейчас мы знаем много историй Как раз вот такого плана Когда женщины в контакте с собой Получают удовольствие От процесса рождения ребенка От первого контакта со своим ребенком От того, что с ней происходит Именно телесного в этом И, конечно, это вообще никак не стыкуется С теми канонами и нормами красоты Которые навязываются москультурой Это совершенно другой процесс Очень интимный Очень трогательный И очень важный И психологически очень важный Это действительно важный этап И важный момент В жизни женщины И касается ли он рождения ребенка Или он касается рождения чего-то другого Какого-то произведения Которое создает женщина Этот момент чувствительности Контакта с собой И появления чего-то нового на свет Он является очень важной частью Женской психологии Которая абсолютно выбрасывается И исключается из масс-медиа И из псеводопсихологии Миф В мифах о женской психологии Один из ключевой Это миф о подчинении Что якобы Женщина Вообще предназначение женщины В подчинении И это миф Очень многие женщины К сожалению Ориентированы на этот миф Им кажется этот миф Очень важным И это вариант Вот опять же Традиционного общества Традиционной культуры Традиционная культура В которой дети Подчинены родителям Женщины Подчинены мужчинам В современном обществе Мы Смотрим на то Что этот миф Конечно Очень сильно портит Портит отношения Между мужчинами И женщинами Что в определенный момент Женщина достигает Внутренней взрослости Естественной взрослости Кто-то раньше В 20 с чем-то Кто-то в 30 с чем-то Кто-то в 40 с чем-то Но это происходит И взрослость Она естественно связана С самостоятельным принятием решений С ответственностью За себя в первую очередь За свои решения Поступки За результаты Своего труда И взрослость Связана с самореализацией Подчиненной женщине Очень трудно Самореализовываться Потому что У подчиненной женщины Самореализация Смещена С нее На кого-то другого Невозможно Самореализовываться В своем творчестве Самореализация Происходит в этом случае Через кого-то Через детей Через мужа Еще через кого-нибудь А вот Самореализация Через собственные цели Через собственные Задачи Через собственные идеи Она оказывается Затрудненной И в первую очередь Женщине приходится Преодолевать внутренний Собственный барьер Это конфликт Нередко сложный конфликт Нередко конфликт Который приводит И к разрушению Внешних связей В том числе И супружеских связей Когда женщина Осознает Что в рамках брака Для нее Как для женщины Места уже не осталось Есть место Для ее роли жены Но она больше Чем только жена И тратить Свою жизнь Только на то Чтобы быть чьей-то Женой Это неинтересно Это не так важно Это не так ценностно Женой можно быть В рамках одной Из своих ролей А вот выйти За пределы Этой роли Это вызов Это серьезный путь И это конфликт И вот решение Этого конфликта Оказывается Важным И серьезным Шагом На пути К собственной Женственности И на пути К осознанию Своей Именно Женской Психологии Передо мной Четыре книги Выпущенные Нашим издательством Они еще есть В продаже Как обычно Я не пересказываю Наши книги Но Вопросы Которые Я здесь Озвучиваю Они в этих книгах Представлены Это как раз Книги О том Как девочкам С подросткового Возраста Воспитывать Именно Женское Человеческое Понимание Понимание Своего Пути Понимание Собственного Тела И отношений С собственным Телом Как девочек Научить Видеть Объективацию И справляться С этой Объективацией Не становиться Ее Рабами Не становиться Ее Подчиненными И это Очень важные Книги Не только Для мам Или пап Девочек Но и для Женщин Которые Осознают Собственную Женственность Осознают Собственный Путь В современном Мере И хотят Реализовываться Своим Уникальным Женским Образом Спасибо За внимание